ты считаешь что ты победил да у меня такое чувство что я выиграл в этом бою я так чувствую и если мой тренер говорит владимир владимир оси никогда где я проиграл он никогда не говорю что я вы он не верил ты проиграл но мы сделаем работу мы будем лучше сейчас он не говорит ты вы мне этого достаточно да не так как мы хотели я не я никогда там так прям не выбирал там соперников подраться но только вот вот этого нашего русского макгрегора 3 штука его чисто вытянул подраться да ему подрались и так как я хотел ему не так как я представлял да это все пошло не по плану но суть бойца в том что если что-то пошли не по плану если план а не сработал должен быть план бы и пришлось мне поработать по плану бы то есть на втором этаже на его этаже потому что резервы покинули мое тело каким-то образом это я в зале делаю колоссальную работу но если так произошло значит так должно было случиться значит это было испытание для меня который я прошел я двигался дальше несмотря ни на что если есть какие-то если ко мне были какие-то ну технические замечания по поводу там того что якобы держался за что-то что-то наверное судья должен был дать там карточку или что-то этого не произошло но он не это сделал устное замечание как бы я внимал этим ну как бы знаком в мою сторону но действительно был напор я защищался мои руки завязывались в его шортах и когда-то там я мог опереться на сетку не скажу что это было там в чем-то намерено но знаешь когда там бой идет не всегда не всегда получается все 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 досконально правильно делать вот такие как бы дела мы считаю что я был по разнообразнее интереснее я вот даже не думал что так это все закончится и смогли повторное противостояние думаю будет интересным потому что на самом деле когда мага вот пожелал мне быть в самой своей лучшей форме я тут наверное его разочарую я не был своей лучшей форме этот вопрос который ты мне задавал накануне боя я тебе на него не хотел отвечать полностью потому что не хотела раскрывать да сейчас просто скажу до боя дошел к тебе спрашивать а ты первое на плечо было до лево лево рука спрашивал по этому поводу теперь расскажи что было за 10 дней до поединка в зале получил травму у меня отрыв разрыв аккремиально-ключичного сочленения левой рукой левой руки скажи мне в пизде так при так получилось что я пришел на тренировку и меня мой товарищ толкнул так просто неуклюже упал и получил травму так вот бывает сниматься с боя конечно же смысла не было и я помню ты говорил что хоть на ногах ну да то есть это уже такое принципиальное противостояние что чё сейчас одна травма 2 3 сейчас уже был не вариант там сниматься поэтому поэтому дрался с ну с одной рукой можно сказать по бою видно было что левую руку я не работала левая рука у меня вообще как бы моя сильная рука передней и как я как боксер всегда первым передней рукой много нагружал и вся моя техника построена тактика и техника построена на то чтобы много работ с левой к сожалению моё основное оружие был в этом бою выключено и вот было много импровизации поднимал руку то провоцировал его или ты заводил публику и его провоцировал и и публику заводил и показывал что здесь на данный момент хозяйничаю я там с минимальным преимуществом но я был лучше в этом бою я считаю так но смотри какая штука после поединка мага сказал что лично остается дальше будет как-то выясняться что-то что зависит я не знаю я не знаю мне очень хотите выяснять да я здесь давайте до конца выяснять будем сейчас еще раз подраться еще раз подеремся вопросов никаких нет